Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и сегодня мы разберемся за кого же все-таки голосовать на выборах в 2018 году. За Путина или за Навального. Ну что ж, давайте не будем томиться в ожиданиях и перейдем сразу к делу. Свет, камера, мотор! На дворе декабрь 2017 года, а значит скоро будет 2018 год. Что логично. И в России, помимо чемпионата мира по футболу, пройдут также выборы в президенты Российской Федерации. И в этом выпуске я хотел бы рассмотреть двух кандидатов в президенты. Это Владимира Путина и Алексея Навального. На остальных я просто закрою глаза, потому что они слишком давно в грязной политике и ничего нового нам точно не принесут. Ну и начну я с Владимира Путина. Люди, точнее россияне, любят говорить, что именно он поднял страну с колен. Хотя мне как-то не хочется жить в стране, которая стояла на коленях или поднимается с колен. Ну не суть, так говорят. Он поднял страну с колен, он опустил на колени запад, восток. Он сделал так, что теперь в нас вливают инвестиции, что у нас есть золото, нефть, шоколад, газ, лепреконы и Москва-сити и все у нас хорошо. Но я этого не вижу. Я только слышу обещания, обещания и обещания. Я вот живу в городе Миллионники, и мне стоит уйти во дворы от центральной улицы, и там я увижу грязь, там я увижу нищету, я увижу неправильно припаркованные машины, потому что нет места, я увижу дома, которые нуждаются в реновации. Я не увижу ничего такого, к чему захочется подойти и обнять. И люди забывают, что Путин пришел к власти после Ельцина. Да, Ельцин был не самый лучший президент и правитель Российской Федерации, или России, или СССР. Он привел страну к нищете, к голоду, к войне. Но именно Ельцин открыл дверь, через которую хлынули инвестиции. А Путин просто воспользовался этим. Он просто сел на стульчик и стал получать дивиденды. И будь на его месте кто угодно, другой, будь Немцов, будь Горбачев, будь Якубович или Жириновский, было бы то же самое, а может быть даже и лучше. И последние 18 лет мы стагнируем, стагнируем и стагнируем. И поэтому я перехожу ко второй фигуре, ко второму кандидату, к Алексею Навальному. К глотку свежего воздуха. И вы можете его ненавидеть, говорить, что он запада, что он куплен, но вы сами пользуетесь вещами запада или востока, их телефонами, машинами, предметами интерьера. Поэтому замолчите и слушайте меня. Алексей Навальный, это глоток воздуха, и он должен попасть на выборы, и он должен победить. Потому что страну нужно рассматривать как большую компанию. И топ-менеджеры в большой компании, они меняются. А президент это топ-менеджер, который делегирует свои полномочия министрам и так далее, и тому подобное. И вот тут так же. В компаниях топ-менеджеры меняются, чтобы по-другому смотреть на рынок, на котором они находятся, искать новые подходы и получать больше прибыли. Потому что если правление будет оставаться старым, оно превратится в болото, в стагнацию и будет уходить в минус. А это никому нахер не нужно. И поэтому мы должны рассматривать это именно с такой точки зрения. И даже если у Алексея Навального ничего не получится, судя по его речам, он человек такого характера, что он на следующих выборах легко отойдет от престола, предоставив свой престол другому топ-менеджеру. То бишь будет развитие. И поэтому я призываю вас подумать, именно подумать. Не слепо следовать моим изречениям или изречениям из зомбоящика, а именно подумать. И прийти к правильному выводу, что пора менять. А именно вы можете поменять. Именно вы можете пойти на выборы и проголосовать за кандидата, который даст свежий глоток. Ведь как минимум ваш голос стоит реальных денежных средств. И если вам близка данная позиция, моя субъективная, ну или в принципе она сейчас популярна, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте и распространяйте данный видеоролик, чтобы остальные люди, ваши знакомые, друзья тоже посмотрели, послушали и подумали. Ну а если вам такая позиция не близка, и вы типичный ватник, который сидит на диване, радуется тому, что несут вечерние новости, и выходя из дома не расстраиваются, что на него падает дохлая свинья, а не замечательный кристально чистый дождь, то можете поставить дизлайк и перейти на канал Шария, послушать как на Украине плохо, а в России, ну никак, потому что он об этом не говорит. Ну а с вами был, есть и будет всегда Данила Рышкин, самый субъективный бородач всего Ютуба и всего интернета. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо, всем дизлайк. Субтитры сделал DimaTorzok